Мы начинаем программу, предпоследнюю программу 2014, потому что, как вы понимаете, следующая, через неделю, да? Нет, следующая неделя... Нормальная будет, последняя. Это, кстати, Ларина запуталась. А потом, а потом! Сейчас вам всё расскажу. Сейчас всё объясню. Следующая программа будет 2014, а 2 января будет 2015. Будет переходная между 2014 и 2015. Это называется инфляция. Да. А к тому времени, может быть, уже его будет столько же, что... Вы слышали голос нашего гостя, Станислава Белковского. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Приходите и в 26-го, и в 2-го приходите всё время. Да вы приглашайте. Да мы, собственно, и не расстаёмся с Белковским, я, разве ты, не заметил? Почему год политических побед кончается экономическим крахом? Спрашиваем мы вас, Белковского, сами себя и всех окружающих. Да, это тема сегодняшней передачи. 27-985-970-4545-SMS. Аккаунт вызван на Твиттере. Всё как обычно. И вопрос для сетевизора, да? Да, сетевизор, сетевизор. Чувствуете ли вы лично ответственность за то, что происходит в стране? Это вопрос к нашим слушателям? Да, нет. Как обычно, на сетевизоре. А вы чувствуете, Станислав? Конечно. Правда? Да. А почему? Вы же ни в чём не виноваты. За Путина, небось, не голосовали. Это так кажется. За Путина я ни разу не голосовал. Ну, конечно, виноват. Как же не виноват? Если всё так плохо в стране. В стране не всё так плохо, но если в стране не всё так, как мне хотелось бы, то, конечно, я в этом виноват. Вне всякого сомнения. В другой деле, что я виноват не один, но в том числе и. То есть такая коллективная ответственность? Очень модный сейчас термин. Это индивидуальная ответственность. Мне, значит, не хватило каких-то сил, каких-то возможностей. Я использовал себя не полностью. Я склонялся перед этой системой. Я подлаживался под неё. Думаю, что она не так плоха. Я поправдывал себя тем, что всё будет хорошо, а на самом деле всё хорошо не будет. Конечно, я виноват. Среди многих не единственный, кто виноват, я надеюсь. Но виноват. Единственный, кто не виноват, это Владимир Владимирович Путин. Да, кстати, Путин, в отличие от нас, никакой ответственности не чувствует, о чём он и сказал на пресс-конференции. Это очень важный элемент его психотипа. Есть люди, которым очень важно сознание собственной правоты. То есть важно, чтобы все признавали их правыми. Даже левые. То есть никогда свои ошибки не признавать, никогда не извиняться. Это является, естественно, проявлением глубокого бессознательного комплекса неправоты. То есть глубокого осознания того, что в чём-то ты не прав. Но это вытесняется в бессознательное, как учил у нас старик Фрейд. А на сознательном уровне это проявляется в том, что я никогда ни в чём не ошибаюсь. И все, кто утверждает, что я ошибаюсь, это какие-то сознательно подкупленные кем-то мои враги. Не обязательно подкупленные, но люди мотивированные сделать мне больно. Что со мной всё плохо. И, конечно, Владимир Владимирович именно такой человек. И поэтому для меня не стало никаким откровением его вчерашняя прямая линия, на котором он в очередной раз сказал, что всё надо. В общем, он несколько раз в разных вариантов, в разных форматах его спрашивали про личную ответственность. И он везде говорил, нет, всё правильно. Всё правильно. Да, всё сделано абсолютно правильно. Собственно, Владимир Владимирович хотел, в очередной раз хотел дать понять, что ему споспешит удача, как говорил Наполеон Бонапарт во время переворота в село Брюмера в замке Сен-Клу. Мне за мной идут богини победы и богини удачи. В этот момент, согласно одному из опокрифов, Наполеона упал в обморок. Хотя официально, естественно, наполеонистика это отрицает. Так и Путин. Он ведь очень удачлив. Он невероятно, он невероятно фартовый человек. И даже когда он уехал из Брисбена, когда его обидели, да? Помните, саммит в Брисбене? Сразу же после его отъезда началось наводнение суррагана. И этот Брисбен был наказан за то, что в этом месте обидели Владимира Владимировича Путина. А он, вам кажется, это как бы необходим такой пиар, я не знаю даже как это назвать, для политика? Или это глубокая убежденность? Это глубокая убежденность, это не пиар. То есть он верит абсолютно в то, что говорит. Я смотрел эту линию почти полностью. Он верит в то, что когда он говорит, что суды у нас независимые, он в это верит? В известной степени да. Что через два года будет стабилизация экономики? Нет, через два года будет стабилизация экономики, это ответ в стиле пошел нафиг. Каков вопрос, таков ответ. Когда будет стабилизация экономики? А что, кто-то знает, когда она будет? Ну, давайте скажем, что через два года вас это устраивает. Если вы все это напишите на полном серьезе, то вы идиоты, а не я. Вот и все, Владимир Владимирович всегда так делает. Ну, ребят, ну что вы, собственно, вы пришли надо мной издеваться, теперь давайте я подиздеваюсь над вами. Но у меня больше возможности над вами издеваться, потому что я президент Российской Федерации, а вы никто. Но это, понимаете, самой большой проблемой для человека, вот я уверен, вообще любого человека, является его жизнь. Жизнь невыносима. Потому что человек всегда разрывается между непониманием, зачем он живет, ну, смыслом жизни, так называемым, да, это пошла очень формулировка, но действительно так. И предощущением смерти, которое подводит в черту под этой жизнью, и тогда, собственно, становится непонятно, зачем ты жил вообще. Что там было-то такого важного, да? Поэтому для того, чтобы психологически примирить себя с техчайшим, величайшим бременем, которое только существует у человека, жизнью, абсолютно обыденной жизнью, данной тебе Господом Богом, а не родителями, как это принято считать, ты придумываешь себе какую-то концепцию этой жизни. Ты для чего живешь? Вот Владимир Владимирович в этом смысле абсолютно очевиден. Но он тогда счастливый человек, он понимает смысл своего существования на Земле. У него миссия, и он как бы это несет, этот образ. А любой человек несет. Понимаете, вот даже алкоголик, спящий где-то на лавочке на Корском вокзале, он может объяснить, в чем его миссия, по большому счету. Может, абсолютно. Ну, например, его миссия в том, что 15 лет назад он подарил своему ребенку, давно забытому и брошенному, носки. А никто другой этого не сделал. Миссия Владимира Владимировича состоит в том, что он спас Россию от уничтожения со стороны Соединенных Штатов Америки. Еще продолжает спасать. Это он придумал эту историю. Соединенные Штаты Америки совершенно не собираются уничтожать Россию. Но поскольку никакой другой миссии он придумать себе не может, ибо, будучи человеком, с одной стороны, достаточно рациональным, с другой стороны, интуитивно глубоким, он понимает, что весь его режим ведет в тупик, как правильно сформулировано в теме нашей передачи, так называемые политические победы ведут к экономическому краху. А экономический крах — это есть крах и политический, потому что экономика и политика неразрывны, по крайней мере, в современном мире. Он нашел себя оправданием. Он спас нас от Америки. Надо бы уже убили американские рейнеры, морские котики, вечные, полевые котики. — В Крыму уже на НАТО бы стояло. — Нет, и представляете, ведь как весы по гороскопу Владимир Владимирович Путин постоянно колеблется. Он обречен на перманентные колебания. Он все решения принимает в последний момент, как мы знаем. Это доказано 15 годами его правления. Это не то, что я придумал только что перед приходом в этой студии. Но обратная сторона вот этих колебаний — это стремление убедить себя в том, что у тебя не было выбора. Вот условно говоря, ты выпил рюмку водки, но ты не мог ее не выпить. Всего там 125 причин. Так и здесь. Я аннексировал Крым. Почему? Потому что если бы я его не аннексировал, то там завтра была бы база НАТО, Черноморский флот бы выперли, Россия подверглась бы всемирному всему унижению, а следующей стадии был бы, конечно, ядерный удар по Москве и Кремлю. Человек, к сожалению, вынужден так себя оправдывать. Это классические психологические случаи так называемой проекции, перенесения своих проблем на внешний источник, который присущий не только Путину, мне, кому-то еще, присущий всему человечеству, потому что, собственно, само понятие Теодицея, оправдание Господа Бога, является именно этим примером проекции. Человек, не будучи в силах оправдать свое существование, неожиданно задается вопросом об оправдании существования Бога. Вот Путин находится в определенной критической стадии осмысления этой проблематики. А вот скажите, на ваш взгляд, все-таки действительно это был год политических побед, был бы для него, для страны в целом, и для руководства страны? Я думаю, что это был год полного движения в тупик и крах. Ну, они-то себя, они, говорим мы, ну, понятно. Они же себя... Ну, они, правильно, барина, голубые барины должны звать они. Так всегда и было в России, да. Они же себя видят победителями, действительно. Там же нет никаких проженческих настроений. У Путина... Я не понимаю. Их нет у Путина, а в окружении есть. В окружении. А у Путина почему нет? Он-то себя считает победителем. А кем он может себя еще считать? А это вот... Я их всех сделал. Он все-таки должен выйти на лобное место на Красной площади и встать на колени и покаяться, но он к этому не способен принципиально. Потому что, как мы уже выяснили, для него абсолютно важно создание собственной правоты. Вне создания собственной правоты он не существует. Это не человек, способный к покаянию. Он не признает ошибок. Только шероховатость. Любую ошибку он инкомбинирует по методу проекции внешнему источнику. Я совершил ошибку из-за того, что меня кто-то обманул, или поднял, или кинул. То есть это не такой достаточно банальный политический расчет? Вот внешний враг, как мы говорим, там, да? Ну, как любой политик, там, пытается перевести стрелки. Кроме того, это классический... Понимается, он переводит стрелки. Нет, это классический случай так называемой любви. Я сейчас скажу сущую банальность. И всякий правитель, даже самый могущественный в мировой истории, в определенный момент времени приходит к пониманию, насколько он бессилен перед некими субъектами и факторами, которые стоят выше его. И даже перед собственной властью бессилен. Потому что я, например, могу прогуляться по набережной Курозетов, Ницце, совершенно спокойно. А всемогущий Владимир Владимирович не может. Но у него есть масса других преимуществ. Нет, никто не спорит. Вопрос в том, что, знаете, я могу мечтать и его преимущества, а он о моих. Ну, как всегда, я бы говорил, что это банальность. Об этом написана половина мировой исторической литературы, из-за него и треть. И, как всемогущий Чингисхан, покоритель Вселенной, который из раба стал человеком, который боялся весь мир, знавший о нем, поскольку тогда не было интернета, поэтому не весь мир знал его. Не справился с главным, он не нашел лекарства от старости, которые обещали ему китайские товарищи. Он в главе с его самым главным советником, Елею Чуцаем. Поэтому и Владимир Владимирович тоже столкнулся с проблемой, что будучи абсолютно всемогущим и всепобедительным, решающим любые проблемы на раз, солдат, которого ничего не берет. Вот все предрекали ему крах и провал, ну, не все, но многие, на Сочинской Олимпиаде, что стадионы рухнут, что сборная России займет... Ну, кстати, это вот это объективная победа. Седьмое место в общем зачетиво. На стадион они рухнули до сих пор. Сборная России у него первое место в общем зачете. Он же все время к Сочинской Олимпиаде возвращается и все время говорит, ну, как же, ребята, что же вы, меня троллили, троллили, а Сочинская Олимпиада получилась офигительная, а вы продолжите меня троллить. И вообще у него, мне кажется, в голове может рожиться впечатление, что вот за Сочинскую Олимпиаду ему мстят, ему отомстили украинской революции. Чтобы ты, блин, это самое, не думал. Что Майдан был против Сочи. Да, а он же и случился в день закрытия Сочинской, не Майдан, а Янукович шел в отставку в день закрытия Сочинской Олимпиады. Что у нас с Олимпийскими играми какие-то, значит, в день открытия Пекинской Олимпиады была война в Грузии, да? О спорте мира, да, естественно. Так вот, я закончу свою мыслью, потому что иначе я ее потеряю навсегда. А может быть, кто-то из наших отделов слушателей об этом пожалеет, не говоря уже обо мне. Что Путин не справился с двумя задачами. Всемогущий Путин. Он не смог вызвать к себе любовь Запада и стать полноценным, равноправным партнером западных лидеров. Ну, понимает, что он сам в этом виноват. Он понимает, что... Мы только что объяснили, что он не виноват. Ни в чем не виноват. Виноваты другие. Виноваты другие. Он, наверное, только в победах. Да. И второе. Он не смог реализовать свою мечту по-хорошему уйти от власти. А была такая мечта? Я считаю, что да. Ну, подождите. Нет, товарищи. Это мы слишком далеко зайдем. Все еще только начинается. Все еще только начинается у Путина. Он еще никуда не собирается ухать. По поводу Стаса. По поводу Запада. Мне кажется, что просто для него было неожиданностью то, что, оказывается, не все упирается в деньги. Да, потому что он человек интересов, а не ценностей. Абсолютно. Абсолютно. Он не понимает смысла слова ценности. Вот. Только хотел сказать, он не ожидал, что на Западе вдруг ценности могут стать выше бизнеса. Бизнес интересов. Ну, он и сейчас так не считает, и считает, что для ценности это фейк, который является прикрытием для интересов. Что это все придумано, чтобы скрыть какие-то важные интересы с опрятной вылупи. Слушай, мир абсолютно воспринимается через мир. Минуточку. А можно тогда так спросить? Вот продолжаю твой вопрос. Верит ли он в это, во все, что говорит? Вот то, что кругом враги, что все имеет свою цену, что оппозиция — это предатели и изменники Родины. Родины, которые ненавидят свою страну и действуют в интересах других стран. Не ненавидят свою страну, а просто действуют в интересах других стран. Да, да. Это то же самое. Ну, как человек, который, скажем, против концепции «Крым наш», может действовать бесплатно? Это невозможно, да? Нет, это возможно только по одному случаю, если он клинический кретин. Это как бы в его логике. Да, то есть или он клинический кретин, или он находится на содержании каких-то внешних сил, которые против присоединения Крыма к России. Ну, кто-то это... Третьего варианта не дано. Это картина мира, которая всегда была в его голове сложена? Или это вот произошло в течение этих 15 лет? Нет, я думаю, что эта картина как минимум была заложена изначально в его голове, но... Просто он тщательно скрывал. За эти 15 лет она окончательно оформилась. Он ничего не скрывал. Он стал преемником Ельцина по этой причине, потому что выдвинули его в преемники люди, которые думают точно так же, которые нашли в нем ментального брата. Это Березовский? Ну, Березовский во вторую очередь, но семья Ельцина. Но он один из продюсеров был, значит, он же тоже тогда понимал, или нет? Вот на ваш взгляд. Знаете, я хорошо, вот, Семью Ельцина знаю очень плохо, а Березовского знал хорошо. Березовский был такой, скорее, самовоспроизводящийся дьявол. Для него было очень важно ощущение собственной дьявольщины, собственного всемогущества. То есть он очень хотел чувствовать себя Воландом. Поэтому ему не так было важно, вот, ментальная близость с тем, кого он продвигает. Важно было самоосознание и самоуччение, что он может это сделать плен. Но он же ставку делал на этого человека, тоже ставил. Он мог сделать. Именно на него. Но он же так же быстро разочаровался в нем. Что-то еще раз говорить о том, что... А кто в ком разочаровался? А не наоборот получилось? Что, как бы, знаете, как человек... Ну, это обычная такая тоже психологическая реакция, да? Что так-то ты убираешь или выступаешь против человека, который тебя отвел. Вы знаете, я, будучи человеком в прошлом близким к Березовскому и человеком одновременно бесконечно далеким от Путина, все же здесь даю должное Путину. Он был прав в их заочном моральном споре. Путин не сделал Березовскому, по сути, ничего плохого. Больше того, вот эти деньги, которые получил Березовский, это почти 2 миллиарда долларов за СИБ, нефть, ОРТ, Аэрофлот. Это был абсолютный подарок, потому что акции Березовского были не оформлены на него. Ну, так он же потом его и уничтожил. Значит, ничего плохого. Что он же уничтожил? Как-то уничтожил. Именно, как вы говорите, морально он его уничтожил. Нет, ну, он просто... Чем кончилось физической смертью, это была... Кончилось самоубийством. Борис, на мой взгляд, я придерживаюсь этой теории, хотя многие... Ну, его же из мира исключил Путин. Он его убрал из мира. Просто. Сказал, вот просто... Нет, Путин... Веником его вымел. Не Алексей Алексеевич. Что? Нет, раз уж мы так говорим красиво сегодня. Понимаете, ну как, ну да, Путин не хотел, чтобы Березовский играл ключевую политическую роль в стране. А вы можете назвать еще одного человека, кроме Березовского, который хотел бы, чтобы Березовский играл ключевую политическую роль в стране? Его выперли все. Его выперли все. Да, он на это страшно обиделся. Но вместе с тем Путин очень подсхвастил ему пилюлю. Он дал им огромную компенсацию. И дальше Борис пал жертвой процесса, который он затеял против Абрамовича, не Абрамовича против него. И вы помните, наверное, реплику Путина, ответ Путина на прошлогодней пресс-конференции по поводу письма Березовского. Он сказал, что мне советники предлагали обнародовать это письмо, и Господь уберег меня от этого шага. Вот в одной этой фразе уже колоссальное сострадание к покойному. Сострадание и ощущение победы. Да нет, он не вспомнил Березовского как врага уже долгие годы. Хотя сегодня у нас не Березовский главный наш герой, я думаю, но тем не менее, разве процесс Березовский Абрамович был? Уже в это время Березовский уже был в эмиграции, когда возникло у него... Ну, это Березовский решил зачем-то отсудить там N миллиардов долларов Абрамовича, не имея ни малейшего шанса. А, вы имеете в виду... Да, из-за которого, собственно, из-за поражения, в котором привело его к глубочайшую депрессию. А после дневности. Да, и потом к самоубийству, как мне представляется. Давайте мы вернемся... Простите, ради бога, Виталь, давайте мы вернемся к теме программы, потому что действительно тема-то красиво сформулирована нами, да, что почему политические победы привели к экономическому краху. В этом есть некая закономерность, и это раз. И два, да. И второй, вот Станислав, а для власти сегодняшней, для Путина, вот экономический крах и финал года, это был предсказуем, они могли предположить, что это случится? Ну, я не принадлежу ни к власти, ни к Путина. Мой анализ свидетельствует, что нет. Они так не считали. Что в марте 2014 года, когда уходящего, когда принималось решение об аннексии Крыма, Путин исходил в свое положение, что все завершится примерно так же, как в 2008 году. С признанием Абхазии и Южной Осетии. Ну, что там немножко пошумят, пошумят и успокоятся. Что никакой трагедии не будет. И опять же, бизнес-интересы в России для них выше, чем Да, и целью было выйти с Бараком Обамой, в первую очередь, с Ангелой Меркель во вторую, но тоже в важную очередь, на переговоры о судьбах мира. То есть Путин добивается любви Запада. Любви. Да? Запад — это непокоренная им вершина. Это женщина, которой он хотел завладеть, но не завладел. И вот надо это обязательно дожать. Понимаете, вот ни Украина, ни Крым, вот этого никто не понимает, не имеет никакого значения в этом смысле. Если бы он считал, что с помощью Киргизии можно вызвать себе любовь к Западу, он занимался бы Киргизией. Но просто он понимает, что Киргизия не волнует Запада вообще, поэтому он и не будет заниматься Киргизией, а занимается теми объектами, территориями, вопросами, субъектами, которые раздражают Запад и тем самым побуждают Запад как-то реагировать на него, Путина. Вот реагировать на тот букет цветов, который он присылает. И там лежит виситка «Владимир Путин». И этот букет нельзя отправить на помойку или отдать просто лакею, потому что война в Европе — это очень существенный для Запада вопрос. А между враждой и ненавистью, как известно, между любовью и ненавистью один шаг, и между войной и ее триумфальным прекращением тоже один шаг. Но как его сделать? А как далеко, на ваш взгляд, Путин может зайти, так сказать, в эту конфронтацию? На мой взгляд, достаточно далеко. — И какие козыри в конечном итоге он может выложить на стол? — Козыри, но только один. — Ядерное оружие? — Шантаж большой войной. Даже не ядерное оружие как таковое. Я думаю, что Путин не хочет его применять. Потому что он понимает, что согласно принципу мертвой руки, любой конфликт с участием ядерного оружия придет к гибели человечества, независимо от того, кто победит в этом конфликте. Неважно, попал в тебя, если соперник выпустил у тебя 12 пулей, а ты в него 3, все равно умрут оба. Он, как мне представляется, ключевая проблема — ценность человеческой жизни. В России она очень маленькая, на Западе большая. И вот на этой разности потенциалов и строится шантаж войной. Что Запад не готов к войне сегодня психологически вообще. Идея настоящей горячей войны не воспринимается никем. Именно поэтому Украину постоянно США вычеркивают из списка ключевых военных союзников за пределами НАТО, потому что они прекрасно понимают, что если будет новая атака российских войск, тогда в соответствии с этим статусом придется и войска НАТО вводить на Украину. А вы считаете, эта опасность еще не миновала? Нет. Знаете, это вечно говорят о сливе Новороссии. Кстати, мы про это тоже говорили, что в этой пресс-конференции он слово «Новороссия» ни разу не произнес. Он говорил про Юго-Восток, про область. У него, понимаете, и Путин не стратег, а тактик. И Путин концентрируется на каких-то определенных задачах. У него сейчас очень важная задача добиться отмены хотя бы частичной санкции Евросоюза, что будет решаться в марте-апреле следующего года. Поэтому он должен создать какие-то психологические предпосылки для этой отмены. Поэтому он делает вид, что он полностью слил Новороссию. Он делал этот вид в июне-юле прошлого года, а в августе нанес военный удар. Он делал вид, что мы не будем присоединять Крым. Крым тоже говорил. Он не делал вид, он говорил об этом в открытую. Он говорил в открытую. Что никто не собирается присоединить Крым. На следующий день, по-моему, это произошло. Ну, не на следующий день, через неделю это произошло, да? А на самом деле, что он мог и не присоединять Крым. Если бы вот в эту неделю, которая прошла между его заявлением на пресс-конференции в Новоагарёве и референдумом о независимости Крыма и присоединении его к России, с ним бы встретился Обама и договорился бы о чем-нибудь. Чего хотел Коля Остенбакен от поисковой красавицы Ингезают? Любви. Вот это и надо понимать. Но поиски любви часто бывают очень жестокими. Да и любовь всем. Ну, если это такая личностная история, то нафига ему вот эта вся народная любовь, она ему что? Он ответил на этот вопрос на вчерашней пресс-конференции. Про элиту? Народная любовь дает ему основания для любых действий. Это основания религиозности. То есть это такая некая индульгенция, да? Индульгенция, да, конечно. Что я прав, опять же, возвращаемся к мысли, что самое главное для меня сознание собственной пираты. И народ меня поддерживает. Потому что 85% моего народа меня поддерживает. А есть, какие есть, как вам сказать, есть ли опасность потерять эти проценты поддержки? Вот сейчас, именно когда ситуация выходит из-под контроля. Есть подход, которому придерживается Владимир Владимирович. Да, а есть более дискорсивный, который придерживаюсь я. Но результат один и тот же в наших оценках. Путин считает, что если он, будучи небольшим клерком, стал президентом России, а ведь, мне кажется, он должен был щипать себя за все части тела в январе 2000 года, чтобы убедиться в том, что он действительно президент. Он совершенно этого не ожидал. И не верил в себя, как президент. И за 15 лет стал самым популярным правителем России за долгое время, которому ничего не украшает. То все как-нибудь прорвемся и дальше. Значит, есть какая-то мистическая сила, которая движет его вперед. Типа урагана, обрушившегося на Брисбен после его отъезда в связи с унижением на конференции Большой Двадцатки. А есть социологическая теория Белковского, которая гласит, что уровень поддержки лидера в России, это отражает не эффективность его политики, а уровень его легитимности. А легитимность же вытекает из монархического ритуала, предполагающего того, что у правителей нет соперников в реальном времени. Пока точка. Новости. Мы продолжаем программу. Здесь у нас Станислав Белковский. И мы можем подвести итоги голосования. Очень интересный вопрос оказался. Мне казалось, что он такой достаточно однозначный. А оказалось, что нет. Трясающий ответ там, да? Чувствуете ли вы ответственность за то, что происходит в стране? Спросили мы вас. И вот, во-первых, чуть ли не рекордное для сетевизора количество ответов. Почти 2,5 тысячи проволосовало. Это много. 52% чувствуют свою ответственность, 48% нет. Типа я здесь при чем? Это соотношение немножко изменилось в последние минуты, потому что долго держалось 50 на 50 просто. Вот такая вот интересная... Да, но я хотел бы извиниться перед радиослушателем. Действительно, я совершил большой косяк. То есть неправильно. Надежный Куразет находится в Каннах, равнице Промнат из Англии. Но политического смысла сказано, но это не меняет. А вот скажите, вам не очень нравятся результаты опроса. А если бы большинство, 90% ответило бы «да» на... Это моя личная ответственность. Да. У нас была бы другая страна. Да, конечно. Конечно. Потому что у нас нет отношений государства к гражданинам. У нас отношения государь подданный. Но я хочу сказать, что 52-48% это, тем не менее, выше моих, например, ожиданий. Ну, это же наша студия, это же не где-то там. Это же на Первом канале, правда? А у нас наша студия, наша аудитория хочет того же, что и все, и тоже не считает себя виноватой. А вот людей самый популярный ответ на наш вопрос «а что я могу?» Да? Отвечая вопросом на вопрос. Когда вот вы чувствуете свою личную ответственность. Нет, я не голосовал за Путина. Есть классический принцип традиционной этики «делай, что должен, а будь, что будет». Вот это ответ на вопрос «что я могу?» А что я могу? Да. Ну как, делать свое дело? Ну, если ты не согласен с тем, что происходит в стране, то выражай свое несогласие. Да, никто не гений, не герой, за исключением «нет». Так или иначе. Да, вот, допустим, там, Навальный, он почти герой. Да. Мы – нет. Я – нет, во всяком случае. Да. Но это не значит, что никто ничего не может сделать. Каждый, даже любые три копейки добавленные тому делу, которое ты считаешь правильным, дают результат. Да, это сопряжено с жертвами. Надо чем-то поступаться. Но за все в жизни нужно платить. По-другому не бывает. Нельзя отрицать режим абсолютно бескорыстный, без, прошу прощения, я оговорился. Нельзя отрицать режим абсолютно без потери, безопасный. Ну, подождите, а если, опять же, возвращаясь к Путину и к власти, а для них имеет вообще значение, опять, получается, что я то же самое спрашиваю, но в контексте уже результатов голосования, а для них имеет вообще значение общественное мнение, да? Нет. Поддержка или не поддержка, нет? Я считаю, что ее принципиально не имеет, потому что, понимаете, имеет и, на самом деле, я не очень правильно сказал, имеет и не имеет одновременно. Это вот как любовь и ненависть, между которыми один шаг. Путин же порождение политических технологий, поэтому он считает, что общественное мнение можно формировать как угодно, и за 15 лет ее пребывания у власти он в этом многократно убеждался. Но это же является и формой колоссальной зависимости от общественного мнения. Что от того, что наркотик легко раздобыть, не означает, что ты независим от его воздействия. Зависим. Ведь, собственно, культ социологии, который возник в России еще в 90-е годы, особенно укрепился в последние 15, связан с тем, что, поскольку у власти нет ни стратегии, ни полной внутренней уверенности в правоте того, что она делает, то нужно постоянно поверять себя социологическими вопросами, что она и делает. То есть, как бы себя поддерживать этим. Ну, послушайте. Это что, такой наркотик, что ли? Наркотик такой, да. Ну, послушайте, умение манипулировать общественным сознанием или бессознанием, это входит в число профессиональных навыков любых политических технологов в любой стране мира. Да? Ну, почему тогда, объясните, в том же западном обществе оно так не позволяет над собой издеваться? Ну, западное общество прошло гораздо дальше в своем историческом развитии. И модель взаимоотношений государства и человек совершенно иная. Там есть налогоплательщик, который считает себя в праве контролировать государство. У нас нет никого налогоплательщика. У нас Роснефть и Газпром кормят всю страну. Они кормильцы, мы подданные, которые должны стоять на коленях и ждать, пока упадет нам в руки копеечка. А если мы, собственно, нищие, которые ожидают копеечку, что же можно спросить-то с наших кормильцев? Да ничего. Скажите спасибо, что так. Путин это и говорит. Я не помню, какая зарплата у Сечина. Да и у меня не помню. Как вам нравится, что я ее плачу себе и вам. Не вы мне. То есть никакой философии, что вы налогоплательщики и кормите меня у Путина нет. У нее ровно обратная философия. Я кормлю вас. Ну да. А раз я кормлю вас, то это я вас буду спрашивать, где деньги, а не вы меня. Ужас какой. Как-то Белковский напугался. Нет, на старый разговор, конечно, страшный. Если Белковский мог кого-то напугать. Тут, кстати, среди вопросов, вопрос, самый популярный вопрос, который пришел до начала программы. Когда-нибудь прозреет наш народ? А кто-нибудь скажет, что король голый? То, что король голый повторяют периодически многие-многие люди, в том числе и вы, уважаемые слушатели, да? И он наверняка даже слышит эти отклики. Но это ничего не меняет в нашей стране. Вот это тоже интересный момент, да? То есть даже... Перестройку надо начинать с себя, как известно. Пусть каждый скажет, что король голый. Так постепенно накопится критическая масса. Ведь истории движут вперед активное творческое меньшинство, которое по Арнольду Тойнбе составляет 2% населения. А по Путину историю движут элита в виде работяг и уралвагонзавода, и 85%, на которые он опирается. Да, которые он переименовал в элиту, чтобы снять это противоречие между активным творческим меньшинством и пассивным большинством, меняющим свою точку зрения сколько угодно быстро. Кстати, насчет элиты. Вчера был задан ему довольно острый вопрос по поводу... Ну, если говорить коротко, капитализм для своих, да, то, что называется. Девушка... От Катери на коробках. От Катери на коробках. Мне даже показалось, что он немножко растерялся от этого вопроса. Видимо, вопрос был не согласован. Чуть ли не единственный раз. Ну, там по-моему, вопрос был. Как у Стругасских вопрос снимается, как не согласован. Нет, они там же заявляют темы, они не конкретные вопросы. Нет, по-моему, я не думаю, что там... Заявляют, про что бы вы хотите спрашивать. Про это. Ну, это же был вопрос про зарплату Сечина. Да, да. Но зарплата Сечина, может быть, была лишняя, как мы сегодня там обсуждали. Но вот все, что до зарплаты Сечина... Потому что зарплата Сечина... Он начал отвечать на зарплату Сечина, но не ответил на первую часть вопроса. Нет, я считаю, что зарплата Сечина была не лишняя, потому что русский народ впервые получал возможность узнать про эту зарплату. Да, потому что они говорят на рехе Москвы, еще говорят из Дании, но федеральные телеканалы никогда не озвучивали, что Сечин получает, типа, 50 миллионов долларов в год. А когда русский народ об этом узнает, он немножко обалдеет. А Путин знает, сколько получается? Или он действительно не знает? Нет, я не сомневаюсь, что он знает, и сколько получает Сечина, и сколько он сам. Просто он прикрыл Сечину на груди тем самым. Потому что я и свою зарплату не знаю, а уж тем более чужую. Это такой фистический прием. У него там была в одном месте такая вещь, он даже сам себя испугался, своих слов, когда он сказал, что зарплату потом можем иностранного специалиста пригласить на место Сечина. Потом говорит, нет, я не имею в виду, что мы Сечину будем снимать. Он очень хороший. Ну, как раз мы знаем, что покойный Кристоф Демарджери, бывший глава компании «Тоталь», имел зарплату примерно в 10 раз меньше, чем Сечин. Поэтому приглашение иностранного специалиста сэкономило бы Роснефти большие деньги. Но, тем не менее, вообще вот эта вся история с Роснефтью, куда вписывается история с Башнефтью, и с 635, если я не ошибаюсь, миллиардами рублей полученных, и с покупкой, видимо, все-таки валюты, хотя они отрицают это. Зачем еще эти 625 миллиарда? Ну, там просто прошло замечание, что они как бы эти рубли отдали в отношении налогов, а накопленную валюту отдали иностранному специалистуру, но фактически это конвертационная операция. Если Путин видит и знает, что это плохо, хотя для экономики, а значит для него, почему он это терпит? Это что, он в какой-то степени зависит от этих людей тоже? Дело не в зависимости от людей. Скорее, они зависят от него, чем он от них. Ну, да, нет, это то, что они зависят от него, это все понимают. А он зависит вообще от кого-то? Он по базовому типу мышления не реформатор, а консерватор. Он не хочет ничего менять, если только нет острейшей необходимости менять. Да, любой вопрос, адресованный ему, почему вы подкармливаете своих друзей, у него бессознательно пробуждает желание сказать, а что я должен подкармливать ваших друзей? И эти ваши друзья будут гарантировать... А то, что подкармливать, это не вызывает сомнений. Он уже не стесняется. Надо как-то обеспечивать стабильность власти. Есть люди, которым я доверяю. Которые за многие годы еще, когда я был никем, когда меня выперли из ГДР, да, и сослали на унизительную должность помощника реактора ЛГУ, меня поддерживали. Почему я должен им не доверять, а вам доверять? Вы хотите просто отхватить куски, которые вам не причитаются, потому что у вас нет моральных и политических заслуг передо мной, Путина. Вот вам хочу сказать. А вы, как вы думаете, общеный изменился за эти годы? Вот какие-то изменения в нем произошли? Конечно. Какое-то развитие, наоборот, деградация, эволюция. Эволюция, эволюция, конечно. Во-первых, он человек обучаемый весьма. И, конечно, это все впитывающее. По сравнению с сегодняшним Путиным, Путин в 2000 году, это просто мальчик, который робко смотрит на аудиторию. Сегодня ни малейшей робости мы не чувствуем в контакте с этой аудиторией. Но главное, он действительно поверил в то, что он великий государственный и политический деятель, не только в масштабах России, но и всего мира, и в масштабах истории. И несколько месяцев назад, я не помню, когда точно, но я это видел своими глазами, как он выступал на заседании Русского исторического общества, которое готовит пресловутый единый учебник истории. И вдруг у него вырвалась вполне конкретная фраза. Он сказал, что многие россияне считают, что нынешний период русской истории самый успешный за всю эту историю. То есть Путин уже ощущает себя выше Петра I, Екатерины II, Ленина, Сталина. То есть в нем самоощущение конкретно изменилось. И его враги сыграли в формировании этого самоучения чуть не меньшую роль, чем друзья. Потому что те, кто говорили, что Путин – это самая страшная угроза человечеству и самый ужасный землянин со знаком минус, де-факто по модулю помещали его в ту же клетку мировой истории, что и те, кто говорили, что он великий со знаком минус. И вот эта уверенность его, эта убежденность на сегодняшний день в своем величии и непогрешимости, каким образом может отразиться на российской действительности? Очень печально, потому что он не будет признавать своих ошибок, и все эти ошибки будут выливаться на нас с вами. И чтобы… Нет, минуточку. И когда это перейдет уже в преступление, которое уже не требует доказательств? Ведь рано или поздно это… Судя по тому, что вы говорите, это должно произойти именно так. Логика простая. — Товарищ Сталин, который поднимал тост с 23 мая за терпение русского народа… — Стас, подумайте над ответом, ладно, а мы сейчас будем паузы у нас духом минус. — А почему-то… — Мы прервались на самом интересном месте. — Ты повтори свой вопрос. — Что? — Специально вырубили паузу, чтобы у меня было время подумать. — Да, вдруг так, без подготовки, мало ли, что может… — Что вот это вот ощущение всемогущества, вседозволенности, оно рано или поздно должно превратиться в преступление, которое не будет требовать доказательств. Оно будет очевидным. — На это, мне кажется, Владимир Иванович Путин, по-моему, ответил, что история спит с победителем. Единый учебник истории не случайен. Преступление было доказано после того, как Владимир Иванович идет от власти, уйдут его преемники. А на том свете, в раю или в аду, кто это знает? — Ну, ушли от ответов. — Если бы ты не остановил, был бы хороший ответ. А так, получается, подумал и красиво ответил. — Да, теперь русский народ может терпеть до бесконечности в соответствии с тостом Иосифовича Сталина от 23 мая 1945 года. Потерпят. — Давайте проголосуем, потому что мы как раз подошли к теме, собственно говоря, взаимоотношения правителя и элит. И в связи с этим, кстати, продолжая тот вопрос, который вчера задавали Владимиру Владимировичу, мы теперь его зададим вам. Возможно ли, на ваш взгляд, возможно ли в России дворцовый переворот? Если да, возможно, ваш телефон 660-06-64. Если нет, невозможно, 660-06-65. Мы стартуем. — Я уже испугался. — Мой телефон. — Дворцовый переворот, возможно, звонили мне. — Ну да, может так. Повторю вопрос. Возможно ли, на ваш взгляд, в России дворцовый переворот? 660-06-64 — да, возможен. 660-06-65 — нет, невозможен. Как вчера ответил Владимир Владимирович Путин, я вам не скажу. — У нас дворцов-то нет. — Я вам не скажу, я вам не скажу, что он вам не подсказывает. — Нет, он сказал, дворцов у нас нет. — Он сказал, дворцов у нас нет. — Нет, ну а пусть Белковский ответит. — Ну, дворцы у нас есть, а значит, есть возможность дворцового переворота. Здесь Владимир Владимирович Путин как раз пошел напрямую против истины, чего он обычно не любит делать. — Ну, что, возможно или нет? — Я считаю, что да. На мой взгляд, элиты очень недовольны тем, что происходит. И тут не нужно обманываться формальными речами. — Какая из башен? — Та, по которой бьют. — В Ирландской башне. То есть люди, которые заработали миллиарды, построили жизненность, и попали под санкции, и попали, и опасаются попасть. Потому что ведь, как правильно сказал первый вице-пример Шувалов еще тогда, в марте, страшнее прямых санкций косвенно, что тебя перестают считать за человека на Западе. А это сейчас происходит. Сейчас любые финансовые транзакции с российским бизнесом, любые вопросы об инвестициях в Россию уже рассматриваются в совсем другом ключе. — Товары перестали завозить уже. — Нет, ну вообще, сегодня русские становятся изгоем. Вот это так называемые косвенные санкции. Россия — больной человек Европы. И все это, конечно, крайне не устраивает людей, которые построили свои не то, что экономические или какие-то еще, а жизненные стратегии на Западе. Потому что как минимум два вопроса. Образование для детей и медицинская помощь для всей семьи не имеют никакой замены на территории Российской Федерации. И это страшнее любых финансовых убытков. — Дворцовый переворот в буквальном смысле возможен? Вот прямо вот с табакеркой, с шарфом? — Я уже говорил в студии, что у меня есть хороший спестрелизм по табакеркам 18 века. Я могу его порекомендовать. Но для того, чтобы в условиях смены руководства холдинга «Газпром-медиа» нас не прищучили лишний раз, не будем вдаваться в детали. У нас аудитория образована. Что такое дворцовый переворот во многих книгах написано? — Конечно, читайте журнал «Дилетанты» восприятия. — Интересно, что это было рекламная пауза. — А насколько там вообще вот этот клубок, насколько он разнообразен вокруг царя сегодня? Там, сколько там, две партии влияния? Три, пять, семь, сколько? — Нет, никаких партий влияния нет. Все консультанты, я как бывший политконсультант, расскажу, делятся на категорию консультантов А и Б. Консультант категории А имеет иллюзию, что босс хочет услышать его консультанта точку зрения, а консультант категории Б так не думает, а транслирует босса его собственную точку зрения, легитимеру ее через себя. Вот в Кремле сегодня исключительно консультанты категории Б. Но когда они выходят за пределы начальственных кабинетов, они руководствуются уже своими собственными интересами. И эти собственные интересы могут существенно противоречить линию Крем-наш. — У нас получается, что, исходя из нашей передачи, у нас получается образ такого человека зловещего, талантливого, масштабного, сильного. И как-то мне не хочется вот так оптимистично завершать нашу сегодняшнюю программу. — Я вот остановлю его. — Да, он сильный. А вот сейчас можно подождать тебе вопрос. Вот все, чего он добился, Владимир Путин, на сегодняшний день, это его личная заслуга? Или судьба? Вот правда, судьба, вот как вы говорите, что он фартовый. Или что еще ему помогло? — Опять же, возвращаемся к вопросу самолегитимации человека. — Да. — Перед лицом бессмысленности его земного существования. Путин предъявил, ставит себе в заслугу только то, что он может реально поставить. Все остальное плохо. А хорошо только одно. Он спас Россию от уничтожения Америкой. В этом смысле снимается вопрос, хотела Америка нас уничтожить или нет. Я считаю, что нет. Он считает, что да. Но все. Уже водоразил вот здесь. Все, кто утверждает, что это не так, пятая колонна. — Остановил я голосование, тоже довольно активное. 69% нашей аудитории считает, что дворцовый переворот возможен. 31% считает, что нет. Но если я правильно вас понял, Станислав, то вы считаете, что если он возможен, то исходя исключительно из той реальности, которая называется санкция. — Ну как всякие дворцы во первых. — В смысле, что они могут инициировать. — Санкции привели реально к обрушению жизненных стратегий многих людей. А жизненные стратегии — это гораздо хуже, чем экономические или бизнес-стратегии. — Никакие там идеологии, какие-то ценности — это все не имеет значения. — Нет, ну как люди. Геннадий Тимченко, он гражданин Финляндии, резидент Швейцарии. Он же почему-то не гражданин Вьетнама, а резидент Китая. Правда? Не говоря уже о несчастной России. И таких много, и чего-то все деньги лежат на Западе. И никто не хочет никуда больше. — Даже в Юань не вкладываться. — Нет, я в Юань никто не хочет вкладывать. Потому что никто не хочет быть заложником этой системы. Никто не хочет попасть в новую культурную революцию. Это можно только говорить на словах. Чтобы обложить начальство и получить от этого начальства новый источник денег для легализации этих денег. Где? Да все там же. — Итак, умный или глупый? — Кто? — Владимир Владимирович Путин. — Умный, очень умный человек, безусловно. Но это совершенно не отменяет проблем с ним связанных. Потому что он сегодня делается... Он чародей, который вот эту, так сказать, проклятую красу России схватил с собой, несет ее и по небу, и отождествил себя с ней. И он должен умереть вместе с ней, по идее. — Талантливый или... — Талантливый, способный человек, безусловно. — Прям талантливый? — Ну, способный, скажем так, способный. — Наверное, на 15-м году правления Путина ты решил в нем разобраться. — Нет, просто мне интересно, да... — Потому что это человек определенного психотипа. Три основных элемента психотипа. Он консерватор, а не реформатор. К радикальному реформу он, в принципе, не способен. Значит, он тактик, а не стратег. Не нужно спрашивать его, что будет завтра. Он знает только то, что будет сегодня. А завтрашний день позаботится о себе сам. И он охранитель, он обороняется, а не наступает. И все разговоры о том, что он хотел взять Крым 15 лет назад, не имеют никакого значения. И если бы у него была стратегия взятия Крыма, то у него было сегодня тех проблем, которые есть с жизнеобеспечением Крыма, с Керченской переправой и так далее. Наверное, кто-нибудь разработал бы, как все это решить. Вот. Просто путь надо понимать, и все. Принимать его таким, как он есть. Да. Он человек умный и способный, но всякий умный и способный человек должен вовремя уйти от власти, чтобы не оказаться неадекватным историческому моменту. А Владимир Владимирович этой возможности, к сожалению, не воспользовался, и понятно даже почему. Он человек долга. Он эпиметей по классификации Дэвида Керси, известного американского психолога из Калифорнийского университета. Важнейшее ощущение Путина — это долг. Он хотел, я считаю, и буду на этом настаивать уйти от власти, но не смог, потому что в его понимании, если бы он ушел от власти, Россия бы рухнула. И это определенно понятое им определенным образом ощущение долга загнало его в ту ловушку, в которую он затягивает за собой и Россию. И его самоотождествление с Россией является последним и наивысшим источником его самолегитимации. Россия — это я. Поэтому все, что хорошо для России, хорошо для меня, хорошо для России, плохо для меня, плохо для России. История, даже единая, все равно все расставит по своим местам. И через 20 лет дети спросят, или внуки нас, как вы могли? Как вы могли? Ну как вы могли? И что вы ответите? Этим вопросом риторическим мы завершаем нашу программу для того, чтобы, как я надеюсь, мы еще встретились бы и ищем. Мы могли, потому что мы могучили. Спасибо, до свидания. Скажут, как вы могли? Какой-то дуракан. Как вы могли? Никого не расстреляли даже. Как вы могли? Это терпеть. 20 лет. Или сколько мы еще будем терпеть? Сколько он тут жить? Здесь кто-то написал, что до 30-го года. Как? Нет, по астрологам и тарологам все закончится в марте 17-го. Причем первое, при скрани, было правильно. Первая точка береги будет в декабре этого года. А если что, с этими, со всеми финансовыми проблемами. Ой, ребята-ребята. Спасибо. У нас такой, что-то необычный был. А вот он вообще... Он не конкретный там, в чем хранить деньги. Мы не подвели. Доллары в рублях. А кто это знает? Ну, не в рублях точно. А я не рада встал, нет? Нет. Нет, нормально. Пока, вы с вопросом. Всем спасибо. Спасибо. Пошли. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.